В Ливадийском дворце есть портал в иное измерение. Попадая сюда, все начинают чувствовать присутствие какой-то странной энергии. И все потому, что над вами вот это создание из иных миров. Смотрите наш репортаж сегодня, Ливадийский дворец, новости потустороннего мира. Я и Катя Солнц. Если есть звезда по имени Солнце, то вот она. Вы не поверите, у нее такая фамилия Солнце. Катя Солнце. Я представляю, как ты заходил и говорил, здравствуйте, меня зовут Катя Солнце. И все такие, вау, вау. Я обычно не говорю. Не говори, не говори. Потому что люди думают, что я себе высокого мнения. Высокого мнения. Я всего лишь потомок фараона и всех остальных. Мы находимся в Ялте. Прекрасное время. Людей практически нет. Вчера ходили в СПА. И там пустынно. Понедельник. Да, пустынно. Да, пустынно. Значит, Катя профессиональный гид, курсовод не только, но и научный сотрудник. Вот того замечательного дворца, куда мы с вами туда пойдем. Недавно была в Стольном Граде, в бывшем Стольном Граде, в Петербурге. Да, даже посетила одно из моих мероприятий. Книжечку я тебе подарил. Не ознакомилась еще, нет? Я полистала. Полистала. Вот, видите, полистала. Нет, чтобы сразу углубиться в чтение. Я полистала. Ну ладно, прости меня это. Ну, что, тебе карты в руки, соответственно, можешь начать маршрут. Не обязательно вот прям то, что ты обычно говоришь, хотя все на то высмотрение. Я иногда буду какие-то вопросы задавать. Да, да, это интересно, когда диалог. Мы сегодня посетим самый популярный дворец в Крыму. В этом сезоне, вернее, в 2020 году он занял первое место по посещаемости. Спасибо ковиду. Нет, ну и в целом это историческое место и, наверное, из всех достопримечательностей Крыма такое самое важное, значимое в истории нашей страны и международных отношений. Ну что ж, давайте придвинемся, что ли, туда? Да, давайте. Ну, я хочу сказать, что цари были не дураки, на самом деле, конечно же. Я просто поясню. Выбрали место. Да, я прилетел с трудом сюда, потому что вылетал 4 часа, потом прилетал столько же, мы кружились. Мы были первым самолетом, который посадили в Симферополе, был полный завал. Крымчане узнали, что, оказывается, есть снег в природе, представляете? Что такое зимняя резина, здесь вообще никто не знает никогда. Я делал машину в рент. Странно было спрашивать, есть ли она зимняя резина или на летняя. Ну ничего, вот езжу. Да, есть такое. Так, ну что, вот мы пришли ко входу. Мы подошли к главному входу Ливадийского дворца. И вот так необычно он с торца расположен, заметил? Да. Это было желание императрицы Александры Федоровны, потому что обычно в Ялте главные фасады, главные входы с южной стороны выходят на море. А здесь они ехали в Ливадию для уединения, подальше от столицы, от придворного этикета. И хотелось такого вот затишья, уюта семейного. Хотелось почувствовать себя людьми, короче. Да, семьей. Да. Ну и, наверное, ты заметил, что Ливадия, она такая милая, спокойная, умиротворяющая. Николай II очень любил, и все они называли «милое сердце Ливадия». Я вот сейчас читаю воспоминания Клина Михеля, графини. Они все же приезжали в основном где-то примерно в октябре, да? Они приезжали по-разному. Царская семья ехала либо на Пасху в апреле, мае, либо осенью. И когда ехала царская семья, тогда и все остальные. Ну, ясен. А уезжали они когда, если осенью приезжали? Три-четыре месяца проводили, получается, накануне Нового года уезжали. Но один Новый год даже Николай II встретил в Ливадии, потому что заболел брюшным тифом. То есть никого эта болезнь не миновала? Да. Но вообще эта резиденция Ливадии не только Николая II, она же досталась ему по наследству. До этого здесь отдыхали Александр II, Александр III. Александр II тут сюда возил свою прекрасную Катеньку? Один раз. Один раз привез. Да, но не в этом дворце они были. Это новое здание. Они были в старом, который стоял на этом же месте. И он селил ее отдельно, насколько я помню. В тот приезд он ее поселил в покоях императрицы. А, да? Да, да. Ничего себе. В Ливадийском дворце, 80-й год. А, ну да, императрица уже, к сожалению, императрица уже все, да. Вот, ну и когда Ливадия досталась уже Николаю II, здесь была глобальная перестройка, реконструкция, старое здание разобрали. И вот это новое построили за 16 месяцев, 1911 год. Строил Николай Краснов, ялтинский зодчий, который отлично справлялся всегда со своими задачами. И только он мог построить так быстро, качественно и стильно. Понятно. Вот эти вот инициалы, они... Да, вензели. Вензели. А сразу же при входе мы видим, что это дворец царской семьи. Я говорю, классический турист. А что там за буковки? Опережаешь вопросами. Ну, я просто, мне Катя уже проводилась на самом деле экскурсию, я такой немножечко подыгрываю под тупого. Дворец цели итальянского возрождения из инкерманского камня, который в Севастополе добывают у нас. Весь Севастополь такой белый. А мрамор итальянский, карарский. И над каждой парой колонну основания арок медальоны с инициалами всех членов семьи. Николай II в центре и Александра с Алексеем, две буквы А. А по сторонам Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. То есть все семейство в сборе. Да, но они здесь побывали только четыре раза. Две осени, две весны. А потом началась война. Дворец после войны, после революции стал крестьянским санаторием. Во время Великой Отечественной войны он был закрыт и не использовался. В 45-м место проведения Ялтинской конференции, о чем гласит таблица. Ну, мы об этом потом чуть поговорим дальше. Да. Ну и сегодня это музей, где две постоянных экспозиции о Крымской конференции и о царской семье в Ливадии. В советское время эти вензели были? Да, они были. А если почитать путеводители, можно встретить информацию. Над входом вы увидите буквы русского алфавита. Спасибо Кэпу, мы еще в таких случаях говорят. Серьезно, я думал, это идиш. Да, да. И над входом сохранился герб дома Романовых. Вот смотрите, грифон. Да, грифон. На самом деле, кстати, не все знают, что герб дома Романовых это грифон. И поэтому многие удивляются, почему, например, флагодержатели к 300-летию династии были сделаны в виде таких вот странных голов, как, знаете, чужие такие вылезают из фильма. А это действительно грифоны, и туда вот вставлялись флагштоки. И даже девиз Романовых, несмотря на советское время, сохранился на балдахине «С нами Бог». «С нами Бог». То есть сюда люди проходили под вывеской «С нами Бог». Да, и сказали девиз. Да, ну и в зависимости от того, кто был у руля партии, тот, соответственно, на тот момент Богом и являлся. Да. Оригинальные двери дубовые. О, ты смотри-ка, наши парни здесь сидят. Ну, поскольку в феврале 45-го года здесь произошло это важнейшее в истории международных отношений событие, сегодня первый этаж полностью занимает экспозиция «Крымская конференция» на фоне царских интерьеров. Дворец очень хорошо сохранился, его не бомбили, как дворцы Ленинграда. Да, и мы видим всё оригинальное. Лепные декоры, колонны из искусственного мрамора, камины, и все они были рабочие. Но в последний раз камины зажгли в 45-м году во время конференции. То есть они здесь сидели прямо у камин. Вот, кстати, те же самые грифоны мы видим. Да, это уже итальянские мастера делали. И тут в центре можно увидеть герб и девиз Венеции. Лев держит раскрытую книгу, на которой написано латынью «Мир тебе, Марк, евангелист мой». А если присмотреться, здесь можно увидеть буквку «ста». И особо ретивые могут подумать, что это начало фамилии вот этого парня. Это так, пошли шутки за 300. Самый популярный парень для селфи. Да, ну я догадываюсь, конечно. Причём я думаю, что у всех. И у тех, кто его любит, и у тех, кто его не любит. Потому что как же с ними сфотографироваться? Ну тут, конечно, что-то как-то не очень на себя похож немножечко, но ладно. Угадать можно, что это стали. Они тут все немножко такие совсем кукольные. Да, маппет-шоу. Но они заседали не в этом зале, а в следующем. Круглый стол находился в парадной столовой царской семьи. Вот он, самый большой нарядный зал Ливадийского дворца. Парадная столовая семьи, где архитект оригинально решил проблему освещения. Вот посмотри, как светло днём за счёт арочных окон, арочных дверей, симметрично расположенных. А вечером включается подсветка, как мы сегодня говорим. 280 электрических лампочек отражает свет от потолка, подчёркивает его красоту и равномерно распространяется по залу. Уже Краснов, когда строил, уже было электричество. Уже было электричество, и вот такое было потолочное освещение. Ну, для того времени это просто прорыв, да, снос башки. Сколько Ялта в плане архитектуры была развита, то есть она не уступала Москве, Петербургу на тот момент. Украшают зал камин, колонну из мрамора Пенелопа, которую, кстати, подарили жители Одессы императрица Мария Александровна. И некоторые гиды, которые к нам приходят, говорят, что Одессе-то троллили императрицу, потому что Пенелопа была верной женой и ждала Одиссея 20 с лишним лет. Это прекрасно, в кавычках, бедная женщина. А посмотрите, какая вот там прелесть наверху, Бафомет. Здесь совершаются какие-то жертвоприношения по ночам. Вы собираетесь на тесным кругом научных сотрудников и «О, Бафомет великий!» Ну, на самом деле, как только заканчивается рабочее время, хочется пойти домой. А по поводу этого Бафомета, конечно, очень любят спрашивать, и РЕН-ТВ что-то такое любят снимать в стиле Краснов, якобы масон был, но это не точно. В Ливадийском дворце есть портал в иное измерение. Попадая сюда, все начинают чувствовать присутствие какой-то странной энергии. И все потому, что над вами вот это создание из иных миров. Смотрите наш репортаж сегодня, Ливадийский дворец. Новости потустороннего мира. Я и Катя Солнц. Да, я как раз подхожу под новости потустороннего мира. Но переключимся на 1945 год, потому что здесь газета «Правда» от 13 февраля 1945 года с решениями конференции о разделе мира, разделе сферы влияния, решение создать организацию объединенных наций. В течение одной недели, в сжатые сроки, все это решалось в этом зале. Здесь же в Ливадии жил Рузвельт, Сталин приезжал из Юсуповского дворца, в Кризе находится, а Черчилль из Воронцовского. Три дворца, три делегации, одна неделя, мировой порядок на 50 лет. Да, Сталин был крайне удивлен, как легко вообще союзники отдали ему то, что он желал. Например, польский вопрос сложный был, и спорный по границам, по правительству Польши, где шли на компромисс, Югославия касалась тоже... Прямо спички по карте раскладывали. И с помощью этих спичек, собственно, и была раскроена Европа. Но одно решение не опубликовали в газете, секретное, и оно обсуждалось не в этом зале, за круглым столом, а в кабинете президента. Туда Черчилля не пригласили. Да, на самом деле Рузвельт, как сейчас это может показаться странным некоторым, но Рузвельт испытывал большую симпатию к Сталину, чем к Черчиллю. Вот такие вот для некоторых новости, это правда. Ну и Рузвельт был посредником между ними, такой более-менее нейтральный человек. Как в свое время и другой Рузвельт был посредником во время переговоров после русско-японской войны. Вот сейчас мы пойдем в кабинет Рузвельта, поскольку он был прикован к инвалидному креслу, его поселили во дворце заседаний на первом этаже. И выделили три апартамента, как сегодня говорят. Завтра у нас, послезавтра начнет работу, кстати, научная конференция, посвященная событиям 45-го года, мироустройству. Как я люблю деревянную обшивку. Утром, когда заходишь в этот зал, открываешь музей, пахнет баней. Баней? Сделал мебельной фабрикой, и тут же находится дом его как раз. Ну вот потом ты мне пояснишь там пару слов про это, да. И выделяется на фоне темная люстра муранского стекла, изготовленная в Венеции на острове Мурана по заказу императрицы. И она изначально была под электричество предназначена. Посмотри, как меняется контекст. Вот я бы сейчас посмотрел на это и сказал, боже, какой пластиковый китч. А тогда это прям вообще муранское стекло. Да, но Зинаида Юсупова, когда побывала в Ливадийском дворце, сказала, что он абсолютно безвкусный. Ну, я могу понять, потому что вот эта люстра здесь ни к селу, ни к городу. Ну, я, конечно, тот еще искусствовед. Дело вкуса. Да, это дело вкуса, но вот она не сочетается. Можно просто... Обои были другие. Да, можно попасть в Эрмитаж, в библиотеку Николая II, это тоже из дерева. Посмотрите, как там она освещается. Там ничего подобного нету и быть не может. А здесь вот оно висит. Оно бы очень хорошо смотрелось в каком-нибудь барочном зале, в таком, а-ля такой, знаешь, или необарочном. Здесь, да. Предательное. Хозяин-барин, да. И гости, которые приходили к Николаю II, рассматривали люстру пока. Естественно, тут есть на что глаз кинуть. А в 45-м это был кабинет Рузвельта. И за этим столом, на этом диване обсуждался дальневосточный вопрос, в результате которого договорились о вступлении Советского Союза в войну против Японии. И это обеим сторонам нужно было. Рузвельту сохранить ресурсы. Сталину не распространить гегемонию штатов на Востоке. Здесь подписали вот такой документ, соглашение по вопросам Дальнего Востока, которое опубликовали через два года, в 47-м. По условиям договора самое такое известное, важное, значимое, отошли Курильские острова. И вернулась южная часть острова Сахалин, потерянная в русско-японской войне. О чем японцы до сих пор помнят? И все вот не дает им это покоя. Достаточно сложные вопросы затрагиваются на первом этаже, если углубляться политически. Потому что дворец часто посещают иностранные делегаты, и всегда нужно это дипломатично рассказать, как-то обойти. А из Японии были кто-то? Да, бывают, из всех стран. И когда китайцы приезжают, нужно рассказать по Маньчжурии там что-то. Когда поляки, польский вопрос. Но после 14-го года их мало. Раньше было прям очень много поляков. Сербия, Хорватия, но их меньше, конечно. В основном иностранцы, англичане, немцы, американцы были всегда в этом дворце. Мы попали в зал, который в 45-м служил в спальне Рузвельту. Хотя на спальню он совершенно не похож. Потому что все-таки Краснов здесь проектировал приемный кабинет. Но зал видоизменился очень сильно. Он был полностью заставлен мебелью из красного дерева. Единственное, что прям сохранилось оригинально отсюда, это люстра. Классицизм. Петербург, 19-й век. Из Эрмитажа. Ее привезли по желанию Александре Федоровны. Это зеркало. Шкафчики, фарфоровые вазы Мейсенского завода. Камин украшен гермами. А часы на камине подобные есть в Эрмитаже. Почти точно такие же. Это эпоха 19-й век, классицизм. Они здесь не стояли, нам их подарили. Они удачно вписались в интерьер кабинета. И в кабинете можно посмотреть телевизор, где транслируется кинохроника известного режиссера Сергея Герасимова, который снимет «Тихий дон». И Сталин его приглашает на это мероприятие. Он был самый круглый стол. Да, да, изготовленный в Сочи по спецзаказу. За круглым столом самый молодой Андрей Андреевич Громыко. Черчилль был старше остальных руководителей, но прожил дольше всех. Рузвельт, вот, видишь, неважно, он выглядит, круги под глазами. Через два месяца он скончался. Все курят в залах. Сегодня, конечно, такого бы не было. Ну, тогда к курению вообще по-другому относились. Во время конференции здесь, в Ливадийском дворце, скорее всего, за этой дверью жила дочь Рузвельта. Они с Черчиллем приезжают с дочерьми, и вот они на фотографии. Прекрасная тройка, как говорили союзники, Сара Черчилль с левой стороны, в центре Анна Рузвельт, а справа Кэтлин Гарриман, дочь американского посла. Да, вот на нижней фотографии. Дочери Сталина здесь не было. Он, как всегда, приезжает один. Через некоторое время, здравствуйте, после конференции сюда приехал еще Элеонора Рузвельт, уже после смерти своего супруга. И Клементина Черчилль была буквально через пару месяцев после конференции с миссией по Красному Кресту. То есть и супруги тоже в Крыму побывали. А третий зал Рузвельта и последний его апартамент – это столовая, которую разместили в бывшей бильярдной английской Николая II. Здесь дворец эклектичный, как это, в принципе, было модно везде на тот момент. Там классицизм, здесь Тюдор, английский стиль. Оригинальные панели, они уже попроще, чем в ожидательной. Там Мельцер, а здесь ялтинская фирма Шиллинга. У него дом тоже на Свердлово, где и у Мельцера. И наверху имитация, которая сохранилась в оригинальном виде. Это папье-маше, раскрашенное масляными красками. Его с тех пор не реставрировали, такой вот вид у него. Неплохой камин с инициалами Николая II. Везде есть камины, как обязательные элементы украшения. Этот с инициалами на трех щитах. Тоже сохранились, потому что это мрамор. И скалывать такие детали, хрупкие, опасно. На камине вы можете видеть буквы русского фавита. И не только русского. И римскую цифру. На стене фотографии прощального завтрака Ялтинской конференции. Обратите внимание, с какими обильными возлияниями все это происходило. Да, было съели на более 2000 тонн сыра, столько же мяса, около 6 тонн овощей. И все это запивали вином, крымским, кавказским. Около 5000 бутылок пива, около 6000 бутылок водки. Коньяка около 2000 бутылок была. Конечно, икра. Есть такая известная история, что когда кто-то из американской делегации попросил лимон к чаю, ему на следующий день... Лимонное дерево. Да, это реальная история. Лимонное дерево притаранили. Но вообще была сформирована отдельная комиссия, отдельная группа граждан, которая занималась исключительно поставками продовольствия. Потому что его везли со всего Советского Союза. Это конец войны. Вы можете себе представить. То есть людям в стране, извините за французский, жрать нечего. Но здесь надо было все сделать на высшем уровне и сделали. Конечно, союзники были прям... Особенно вот... Черчилль. Все те, кто среднего ранга, они попали просто в какой-то рай абсолютно. Сара Черчилль писала матери, мы катаемся здесь как сыромасы. Да, да. И это можно сказать буквально было. Они реально как сыромасы катались. Тут у нас Дорик внутренний. Да, где была сделана знаменитая фотография 9 февраля для обложек газет и журналов. Ну, собственно, вот здесь вот они сидели, да? Получается, они сидели спиной к этому залу в центре, где фонтан. Но фонтана тогда и не было. Был колодец декоративный. Его убрали, когда во дворце была госдача. С 45 по 53 Ливадия была государственной дачей. И Сталин здесь отдыхал два раза. Сейчас мы пойдем в итальянский дворик. Изюминку Ливадийского дворца посмотрим. Кстати, вот известно ли тебе, Фаша, что фотографию вот эту с большой тройкой делали с делегатами, с военными, потом с дипломатами. И на обложку правды попали только руководители. Остальных заретушировали. Обращал внимание. А на обложки зарубежных газет попали все, кто был в кадре. Такой момент. Ну, у нас любили как бы фотошопить все, что надо и не надо. Три конференции. Тегеран, Ялта, Патсдам. Это изюминка Ливадийского дворца. Это итальянский дворик или патио. Место для отдыха и прогулок. На мраморных диванах, которые стоят вдоль стен. Стелили подушки член царской семьи. Здесь проводили праздник Пасхи, христосовались, вручали подарки гимназистам местным. Здесь, в итальянском дворике, находился оркестр. Открывались вот эти двери в парадной столовой и доносился это звук. Аромат роз прекрасный всегда был. Но сейчас мы попали в феврале, когда уже все розы срезаны. Ничего страшного, зато туристов нет. Да, зато пусто. А в феврале 45-го фотографирование здесь проходило. После войны, после того, как госдача перестала работать и открылся вновь санаторий, здесь снимали фильмы. Самая известная собака на сене. Также Анна Каренина, Отелла, всадник без головы. Не было возможности поехать у режиссеров за границу. Приезжали в Крым и находили любые дворцы, интерьеры, климатические зоны. Так что здесь растения из разных уголков. Вот, кстати, тис ягодный, из которого делали кубки в древние времена. Наливали туда вино, и через полчаса человек умирал, потому что тис выделяет ядовитые вещества, фунгициды. Но если его не трогать, все в порядке. Из тиса ягодного у нас есть один зал. Его правильно обработали, никто не пострадал. Увидим его на втором этаже. Ну что ж, пойдемте посмотрим на ягодный тис. Попробуем сюда пройти. Волшебная сумка, которая ведет нас в потусторонний мир. Приключения продолжаются. Оригинальные витражи Краснова еще. Они есть на его эскизах. Итальянский дворик. А мы сейчас идем к арабскому дворику и на второй этаж. Вот арабский дворик за окном. Световоздушный колодец. Это место уже не для прогулок. Туристы все время спрашивают, как туда выйти. Туда выходят только садовники, через двери напротив. Сейчас идет их реставрация. Вот так мог бы выглядеть типичный петербургский двор-колодец. Мое ликовое панно сохранилось абсолютно. И здесь изразцы разных периодов. 1860-х фабрики Бонефеде. И 1911-го художественной фирмы в Петербурге Гельдвейн Ваулин. То есть Краснов он разобрал старый дворец и дозаказал необходимое количество изразцов, оставшихся от дворика внутреннего во дворце Александра Второго. Ничего у него не пропадало. Человеком был практичным, экономным. И дворец относительно скромный. Полтора миллиона рублей серебром было потрачено. В 11-м году на дворец. И столько же на переустройство парка и окружающих зданий. Домов для свит и служащих. О, проходит Горский наш прекрасный. Выставка фотографий из музея Карла Булы. Вы знаете, друзья мои, где оригиналы находятся? Библиотека Ельцина нам вот эти вот копии предоставила, не Карла Була. На самом деле оригинал находится в библиотеке Конгресс США. Там, в смысле, сами вот эти пластины. Ну, именно эти фотографии библиотека США подарила библиотеке Ельцина. А они уже нам дали копии. А, вот это я не знал, что они подарили. Но спасибо. 40 экземпляров они подарили недавно. Вот он. Эти фотографии, чтобы они были цветными, их надо было реально вручную красить. Ну, не сами фотографии, а вот когда, соответственно, процесс шел, это просто застрелиться и не вставить. Многие думают, что это Чехов из фотографии. Так, здесь у нас выставка проходит. Здравствуйте. Ну, это как бы зал не основной экспозиции выставочной. Какие божественные портреты. А кто, скажи, пожалуйста, кто поставил фингал под глаз императрицей? Я думаю, что это явно не Александр Третий художник. Нет, Александр Третий, нет. Александр Третий здесь тоже своими глазами, как будто все. Вот он уже отбывает в мир иной. Ну, интерес больше представляет для нас эти акварели Рудольфа Альта. Оригинальные работы, выполненные австрийским художником в 1860-е годы. Он приезжает к Левадию, делает около 40 акварелей. Это тот самый дворец, который был... Да, это вот большой дворец, и к нему примыкает церковь. Мы ее увидим в конце. Церковь Краснов оставил. А это малый дворец Александра Третьего, где он умер. И этот дворец, к сожалению, не сохранился. Его сожгли в 1941 году. Там сегодня стоит памятник Александру Третьему. Вот здесь предметы эпохи Александра Третьего. Пейзажи Альберта Бенуа, одного из любимых художников, Александры Федоровны. Хотя мы знаем, что, конечно, Александр Третий был поклонником живописи, коллекционером. Это был кабинет Каммердинера Николая II, а дальше непосредственно кабинет императора уже. Наверху сохранился витраж. Это моя мечта. А почему тут снять вот эту комнату? Комнаты уже не сдаются. К сожалению. Здесь отдыхали санаторники до 1974 года. У меня была бабушка на экскурсии, которая жила именно в этой палате, в кабинете Николая II. Охренеть! Да, стояло здесь несколько железных кроватей, но в 1974-м коечный фонд вывели. Просто надо, извини, что я тебя перебиваю, тут просто надо заценить, какой вид открывается из окна. Да, это же вот все ради этого. То есть ты сидишь, строчишь, и потом подходишь к окну и наслаждаешься. Николай II был в восторге и писал матери. Я в восторге от видов, отовсюду море, горы. Писал он, конечно, в первый приезд и говорил своим гостям, что кабинет напоминает корабль за счет этого эркера выступающего. Особенно вот если вот то окно открыть, там вообще... Вот же, да, этот дворец, который стоял раньше? Нет, нет, это Ливадийский дворец, недавно подарила нам художница современная, новый Ливадийский белый дворец. А, да? Похож. Ну, по технике, может, рисование, да, похожи они. На втором этаже все залы в стиле модерн оформляются по вкусу полностью Александры Федоровны, и Краснов каждую неделю отправляет ей в Петербург эскизы. То есть ничего сам не делал, все утверждал, такая удаленка происходила у них еще в то время. Сохранились панели мореного клёна, паркет, часть дворцовой мебели, которая стояла здесь, когда был санаторий. Можно увидеть эту мебель в фильмах советских, в кабинетах главврачей, на фотографиях, просто врачей. Сохранился камин, и самое интересное в этом зале ковер, история его возвращения на родину. Персидский ковер был подарен шахам семье Николая II в 1913, там известная дата. Но после революции он пропал. И когда Юлиан Семенов в 80-е искал янтарную комнату, он по пути находил много интересного. Самую комнату нашел, но обнаружил ковер, который должны были продавать во Франкфурте на Майне. Нашел коллекционера Эдуарда Фальцвейна, русского происхождения, меценат. И Фальцвейн выкупает ковер, но не может его подарить Ливадийскому дворству, его не пускают в Советский Союз. Он пытался прорваться как журналист на Олимпиаду в 80-е, только в 93-м. Когда здесь создается музей, он как раз приезжает, его встречают с хлебом, солью, он дарит ковер. Человек уникальной судьбы, который умер в возрасте 106 лет в 2018 году во время пожара. Да, он мог еще жить, и этот человек знал лично Николая Второго, но ему было всего два года, когда он с ним познакомился. Слушай, я не могу не сказать пару баек, ну не баек, как бы это, но про этого человека, это барон Фредерикс. Да, как раз экскурсия была у нас. Как раз экскурсия была, я показывал дом, который был перестроен. Значит, про него говорили, что один раз он подошел на завтраке к Николаю Второму и сказал, а тебя тоже пригласили на высочайший завтрак. И похлопал твой. И плюс он поместил все деньги, царской семьи, порядка 7 миллионов, вопреки на самом деле пожеланиям императора и императрицы, в немецкий банк, где они потом все изгорели во время инфляции. Но вот Николай Второй, вот эта кадровая политика последнего нашего императора, он ему все прощал, этот барон Фредерикс, он, собственно, служил до самых последних дней. Хотя по логике вещей, конечно, надо было бы его... Но его прощали, наверное, потому что он молчал, он никогда не сплетничал. Ну, конечно, то есть вот это... Знаешь, вот как женщины, муж козел, зато мой, понимаешь? Вот здесь вот примерно то же самое, да? То есть человек уже все, вышел в тираж с точки зрения профессионализма. Но его держат все равно, и это касалось не только барона Фредерикса, еще много кого. Так. Рабочий кабинет мы с вами посмотрели, он самый роскошный на втором этаже, дальше все будет проще. Из кабинета Николай Второй попадал через вот эту дверь потайную, в спальню. А там была дверь на балкон. Поскольку это южный дворец, балкон его ополясывают, и из каждого зала можно было выйти на свежий воздух. Ой, смотри, а здесь какие-то оргии, да? Продолжаем репортаж РНТВ. Посмотрите, что происходит здесь. Мальчика с завязанными глазами ведут к бородатому мужчине, а над ним женщина с голой грудью. Так. Ручная работа русских мастеров. Посмотрите, какой вид снова красивый. Умиротворяющие спальни. И утром, когда заходишь, здесь все залито светом. Юго-восточная сторона. Здесь тоже, да, ничего не сдаётся? А в плане? Ну, пожить бы здесь. Ой, я тут читал, вот Елизавета Фёдоровна. Я тут читаю как раз Украины Михель, которая её в первый раз встретила. Она, знаешь, как её описывать? Что, ну, шли их два красивых офицера. Это был, соответственно, Михаил, ой, господи, Сергей Александрович и брат Павел Александрович. И какое-то, как она пишет, белое чудо или как-то так, божественное какое-то белое чудо. Вот она так описывает. Такая она воздушная, лёгкая, духовная. А мы вошли в спальню, но самый главный экспонат пропал после революции. Ещё какое-то время кровать стояла здесь в 20-е. И крестьяне, которые отдыхали в Ливадзийском дворце, ходили в эти залы, в музей. Возле каждого экспоната была его стоимость, чтобы они понимали, насколько буржуазно жил царь. Но музей закрыли в 1927 году. Причина — отсутствие интереса у населения. И здесь оборудовали уже всё полностью в палаты. Сегодня это воссозданные панели, обои везде, обои современные. И семейные фотографии, мы видим, которых, конечно, в советские годы не было. В санатории это воссоздавалось для экспозиции. Главный снимок — большой день помолвки. На нём изображены Николай II. Он ещё наследник, Николай Александрович. А рядом невеста, немецкая принцесса Алиса Гессенская. Ему 26, ей 22. 1894 год. А чуть раньше была сделана вот та семейная фотография. Думаю, что ты узнаешь родственников на этой большой фотографии. Самая известная родственница впереди сидит. Вот она, наша бабушка всей Европы. Любимая её внучка Алиса Гессенская рядом с Николаем. Он наследник в котелке и вообще в гражданской одежде, что можно было себе позволить Романовым за границей, в гостях. Он поехал туда, чтобы сделать ей предложение. Да, конечно, какие печальные фотографии. Ну, вот этого нашего парня Коляев как раз в Кремле бомбой рохнет. Вот его, собственно, супруга будущая. А, или-то на тот момент уже. Но, на самом деле, мне кажется, это другая. Хотя они очень похожи, вот эти сёстры Гессенские. Можно было бы и на это подумать, знаете? Да, да. Они всячески способствовали тому, чтобы Николай с Алисой были вместе. Сергей Александрович, Елизавета Фёдоровна. Вот, кстати, на фотографии кровать. Заметь, что рядом с императрицей Алексей в родительской спальне. Это всё потому, что он болеет. Приступ гемофилии, и его принесли к родителям. Единственный мальчик болел наследственной болезнью гемофилии. Это библиотека, здравствуйте. Небольшая проходная, но посмотри, какой балкон, какой вид. Да, балкон прекрасный. Чудесно. Там пили чай, обедали, читали книги. Николай II очень любил читать слух. Олюбили проводить музыкальные вечера. И сейчас мы пройдём в женский зал, в будуар. Тут самый красивый вид из окон. И горы, и море, и Ялта. Медведь-гора на дальнем плане. Мы как раз с той стороны живём. Я вот теперь стою и смотрю в эту сторону. В будуаре проходили музыкальные вечера, поэтому высокие потолки. Зал тоже выступает в виде эркера, как и кабинет императора. Высокие панели из канадского клёна. И удачно во время Ялтинской конференции подобрали здесь панели. Их практически не отличить. Раньше здесь была ниша, вот видно на фотографии. И туда будуар продолжался. Но сделали для американцев ванную. Для их удобства. К сожалению, царские ванны не сохранились. Только американская. Рояль фирмы Беккер стоял действительно во дворце. Но был чёрного цвета. И видно по уголкам. Но в Советском Риме было проще покрасить масляной краской. Да, это очень способствует звучанию инструмента. Я знаю, покрасить, пошкурить. Да, на нём играли император, супруга, все девочки. Алексей не играл на рояле. Он играл на народном русском инструменте. Был ближе всех к народу. Балалайчник. Фотографии детей в женском зале. А с левой стороны они все в платьях. И Алексей тоже. Он ещё маленький. Очень милый снимок. Обычно все дети находят Алексея, потому что он самый маленький. Девочки называли себя Отма. Сокращенно от имён. Мальчика родители называли Бэйби. Лучик света. Самый любимый ребёнок. Вот их мама. Кстати, у вас в Петербурге находятся оригиналы этой картины. Каульбаха в Александровском дворце. В их фондах картина с ростом человека. Она тут очень романтизированная. То есть это тоже такой фотошоп, конечно. Платье до сих пор хранится у потомков этого художника Каульбаха в Германии. Здесь раньше был проход в её кабинет. Этого коридора не было. Планировка, перепланировка советского периода. Поэтому мы через такой неудобный маленький коридор пойдём в её кабинет. Это рабочий кабинет Александры Фёдоровны. Поменьше, чем у Николая Второго. Но зато со своим собственным выходом в парк. Только у неё был выход из зала на втором этаже в парк. Отдельная лестница. Там внизу Химира. Помнишь, наверное? Вот эта лестница из её кабинета. На которую некоторые любят забираться. Да. А с другой стороны, вот подсказка. Путь ведёт в кабинет Николая Второго. То есть она выходила на балкон, который соединяет... Рабочий кабинет соединял императрицы и императора. Ну, конечно, фотографии детей, потому что она в первую очередь мама, жена и семья. Для Александры Фёдоровны это то, в чём она себя нашла. Хотя её мать умерла, когда ей было шесть лет. Ну вот типичное выражение лица Александра Фёдоровны. То есть всё время... Вот поэтому, собственно, и не могла она найти общий язык со многими. Не была светской львицей, как Мария Фёдоровна. Абсолютно. Всё, как будто маринованных огурцов объелась чрезмерно. В этом зале фотографии с благотворительных базаров, которые устраивали в Ялте, традиция популярная до революции. Упаковочная. Да, да, да. Девочки там продавали свои шкатулки, игрушки, ручные изделия. Волшебное исчезновение людей. Посмотрите, вот они есть, и вот они их нет. Дворец засасывает всех. А история есть, я читала воспоминания жителей Дирикоя, это крымско-татарская деревня. И там тоже были свои элиты, было купеческое сословие. И вот проходил этот благотворительный базар. Одна из жителей Дирикоя, очень богатая девушка, Пемпе Парпетова сорвала шляпу с Юсупова, то ли старшего, то ли младшего, непонятно. И кричала, продается шапка князя Юсупова, ее продали. Как отреагировал князь, история умалчивает. Я думаю, он нормально отреагировал. Ну, то есть, как бы они были самодостаточные люди и не стали бы из-за шляпы. Они ее очень выгодно продали и пополнили благотворительную казну. Вот это воссозданная ванная, можно заглянуть. Единственное, что тут оригинальное, царское. Это зеркало, покрашенное, опять же, масляной краской. Оно стояло еще во дворце Александра Третьего у Марии Федоровны. А так, ну, примерно такая же ванная была у царской семьи, но не здесь. Мы сейчас пойдем в семейную столовую, поговорим о том, что ели в Ливадии, что пили. Вот, кстати, почетный гость музея. Ой, где-то я видел его. Он же из Петербурга, да, если не ошибаюсь? Этот парень. Из Петербурга, да, вроде. Наша питерская. А как раз-таки зал отделанный тисом ягодным. Красивое красное дерево. Малое семейное столовое. А вот, любимая моя фотография. Визел, да, я? Да, да, да. Очень живая. Да. Это вот инстаграм такой семейный того времени. Непостановочные фото практически. Да, обратите внимание, какие были раньше купальные костюмы. Они шерстяные. Шерстяные, да, да. Из Англии выписывали. А это фотографии на Айпетре. Кстати, были на Айпетре? Я до сих пор не был. Они поднимались на автомоторах. Ну, я хожу пешком по горам прорывским, поэтому я могу представить, что там на Айпетре. В столовую собиралось до 10 человек. Этот стол раскладной, он оригинальный. Царская семья и Александра Федоровна, ты знаешь, не любила торжества, гостей. И в Ливаде этого было очень мало. Поэтому в основном они здесь обедали. Приглашали Краснова даже на обед. Николай II любил народную кухню. И в Ливаде мог ее себе позволить, отойдя от этикета. Каша, борщ, щи, блины. Самый любимый десерт – сырники с золотистой корочкой и вареньем. Так вспоминали современники. Наш человек. А, и поросенок с хреном в духовке. Хорошо питался, любил вино. Портвейн Ливаде. Его, кстати, можно приобрести здесь, в Ливаде, в магазине Массандры. Это сегодня массандровские вина, десертные. Отец его любил в Мадеру. Николай II Портвейн. Но, несмотря на такой аппетит, он был спортивный, подтянутый, всегда в тонусе, любил активно проводить свободное время. И мы видим его во время игры в лаун-теннис. Вот это офицеры императорской яхты «Штандарт». Царская семья была очень дружна с ними. И существует даже история о том, как Ольга влюбилась в офицера яхты «Штандарт» Воронова. Это родственники Эрнст Гессенский и Дмитрий Павлович. А это на солнечной тропе, которую так назвали в советские годы. Николай II ее называл горизонтальной. И, кстати, ее проложили, когда он заболел брюшным тифом. И нельзя было ходить вверх-вниз. На лошадях, на моторах, Мерседес-бенд, Деланой Бельвиль едут на охоту в Алушту. Кстати, Николай II хотел, чтобы через Алушту, через его охотничьи угодья, проходила железная дорога. Но инженеры говорили о том и экономисте, что это совсем невыгодно. Вот почему он не настоял? Представляете, как бы сейчас попухли все вот эти «Ялта, Алушта, Алушта, Ялта, кому едем, едем». Это было самое проблемное. До революции добраться из Ялты до Севастополя или до Симферополя. Да я понимаю. Дорого, неудобно, трясет. И эти проекты, они рассматривались накануне Первой Роскреволюции, накануне Первой мировой, но потом все застопорилось. И уже после войны Великой Отечественной решили все-таки троллейбусы пустить. Ну и обратить внимание, что машины праворульные. Я рассказывал об этом в одном из выпусков. Да. А там был проход в малую семейную столовую. Из малой семейной столовы, вернее, в классную. Так что девочки убежать после завтрака не могли. Сразу шли заниматься. Сейчас мы узнаем, чем они занимались. Как круто, конечно, было бы ЖД проложить. Ну вот многие туристы, гости Ялты, они очень хотят. А ялтинцы не хотят. Я понимаю, а ялтинцы... Это была железная дорога, потому что это экология. А, тут рисунки у нас. Да. Рисунки девочек. Две акварели есть. С правой стороны Ольги, с левой Татьяны. Это старшие девочки. Да, я даже про это пост сделал. Покажи вот эти вот замечательные там... Наброски. Такие в стиле Майдадыра. Александра Фёдоровна. А преподавал он рисование в Леваде и Краснов. Его портрет правее, в круглой рамке. Его акварели рядышком находятся. То есть была оказана ему высокая честь архитектора. А там учителя русского языка, французского. Кстати, Пьер Жильяр на фотографии. На балконе, если хорошая погода, выходили на свежий воздух и там занимались. У девочек была проще программа гуманитарная с рисованием, музыкальным образованием. У Алексея больше военных дисциплин и более длительные уроки. Здесь часть татуэта. Конечно, большая часть игрушек сохранилась в Сергиевом Посаде, в музее игрушки. Там даже из Левадии есть. Тут серия императорского фарфорового завода. Гарднер. Народа России. Работа Васнецова. В этом классе занимались две девочки, младшие. Дальше старший, отдельно Алексей. У Алексея в классе висел его портрет. Узнаешь форму, да? Она уже давно перестала существовать, потому что войска ликвидировал Петр Первый. Стрелецкий. Маленькие богатыри на открытках. Креатив того времени художницы Елизавета Бем. Дети их очень любили. Очень любили они Левадию. И, как известно, Николай Второй после отречения от престола просил лишь позволить ему с семьей жить в Левадии. Но временное правительство отправило их в Сибирь. На Урале уже печально закончилась их судьба. Эта фотография стала последней торжественной. И знакомство с экспозицией завершается, смотрим именно этого снимка, где Николай Второму, 45-й, это 1913-й год. Александр Фёдорович, 41-й год. У Ольги, она за отцом стоит, 18-й, самый старший. Алексею 9. Через пять лет их расстреляют. Но Левадия, к счастью, останется семейным домом. Несмотря на то, что была конференция и санаторий, здесь воссоздали обстановку. И всё-таки есть это ощущение, что здесь жила семья. И этот дом очень любила. И они, кстати, его не называли дворцом, называли домом. Ну, такой домик, да, скромный. Скромный, да. Но зато удобный. И первый электрический лифт появился в Крыму, именно в Левадийском дворце. Он работает до сих пор. Немецкая фирма «Карл Флор» по заказу Краснова делала. Сегодня обслуживается фирмой «Отис». 23 секунды, и лифт оказывается на крыше на четвёртом этаже. Крыша там солярий, а летом открывается, и можно полюбоваться пейзажами. Что мы и делали, да, в прошлый раз? Поднимались. Да, за 23 секунды в наше время можно долететь наверх небоскрёба. Восьмус, да. А в той половине дворца были комнаты девочек, но их интерьеры не сохранились. Там были кабинеты санатория до 93-го года. Тут была деревянная перегородка. А вот музей, а вот санаторий. Скажи, пожалуйста, а какие вот самые высокоинтеллектуальные вопросы туристы задают? А где туалет был? Ну, это да. Где была ванная? Всех интересует. А это настоящее? А это? А это оригинальное? А это же всё относительные понятия. Что-то времён конференции. А парки относится? А ковры? Вот про ковры вообще вопрос любимых экскурсоводов. Потому что мы в начале экскурсии всегда говорим, что весь текстиль, современные ковры, портьеры, обои. Но всё равно потом спрашивают. Ковёр оригинальный. И некоторые всё боятся на него становиться и стоять на паркете. Хотя паркет царский, и мы просим остановиться на ковёр. Понятно. Хорошо. Можем посмотреть просто, как выглядела обстановка, в какой площади были комнаты детей. Ну, там проходит выставка нашего художника Бочарова. Вот тут была классная старших, рядышком. Дальше была их гардеробная. Это ковёр, который нам подарили из Госудачи, передали. А ковёр настоящий? Да, 1996 года. 1996 года. Вот Джуз, Татьяна и Степан. Да. Это любимые художники Леонида Кучма. И они дачу Горбачёва ещё оформляли. Мозаичный бассейн-зал есть. Ну, такие известные в Ялте. В Корейском дворце, в Юсуповском, точно такой же ковёр. Вот это была комната старших девочек спальня со своим выходом на балкон итальянского дворика. То есть у родителей наружу выходили комнаты, а у детей во внутренний дворик. Ну, это такая, на самом деле, очень крутая римская вилла, получается, вот по конфигурации. Да, да, по расположению. И рядышком была спальня девочек. Она чуть меньше и без выхода на балкон. Тут сегодня выставка картин ялтинского художника Сергея Бочарова. Рыбаки, такая ялтинская тема. И вот вид с Поликуровского холма. Разве это картина? Да, вот примерно там и там я и живу. В старом городе. Да. Это старая греческая Ялта, откуда она начиналась в 19 веке. Поликуровская церковь, да, наверное, видна? Да, я книжечку прикупил про нее. Вот Магаби, такой зеленый холм, на котором находится Ливадийский дворец. И вот он виден с левой стороны, такой белый. А рядом скала Айникола, на которую Николай II любил подниматься. Там теперь храм. Святой Николай. Да, да. Картина 97-го года. Еще нет этих высоток, которые сейчас в Ялте. Чеховская тема. Да, вот Прокузин-Глорский, похожий на Чехова. Да, да, да. Кабинет его. Мария Павловна посередине и Алла Васильевна Ханила. Это заслуженный музейник, заслуженный работник культуры Крыма, которая умерла буквально пару лет назад. Старожилы в Ялте. Тут ласточки у нас летают. Вы все, наверное, заметили, что в Ялте очень много художников. Ну, да, на самом деле. Вдохновляет. Ласточкино гнездо, кстати, открылось 31 декабря. Да, я смотрел уже. Вход от 100 рублей написано в Яндексе. Да, да. Алина Чебова, бесплатно. А вот там видна столовая. Мы сейчас выйдем с вами на улицу, посмотрим церковь и поднимемся к столовой, если захотите, потому что там большая тройка. Да, нас там покормят ведь, правда? Да, да, да. Там вот поросенок с хреном, да? Поросенка у них нет. Сырники с золотистой корочкой. Сырники есть. Ну, борща... Было бы, конечно, очень здорово поесть блюдо Николая Второго, но царская кухня находится в Ялте. Ну, поросенка надо еще уметь приготовить. Я вот не любитель сейчас такой пищи, но мне рассказывают, что там есть масса всяких тонких нюансов. Самая популярная тема была поросенок с гречей. Да, да. Пойдемте налево по лестнице, которая рассчитана на детский и женский шаг. Мы поднимались по двух пролетной, а спускаемся по четырех пролетной. Ой, я сразу начинаю ощущать себя женщиной. В платье длинным. Да, да. Подержите мой шлейф, пожалуйста. А ветра же натуральные? Частично. Вот, кстати, отгадай, где здесь натуральная часть, а где воссозданная. Итак, тест на... Наверное, те, которые подстертые, более натуральные, да? Нет? Все наоборот? Да. А что это они так восстановили странно? Ну, вот другая техника. Здесь просто покрасили, а здесь Тиффани красили, потом обжигали, соединяли медной перегородкой. Интересное кино. Ферма Аполлицент в Москве. А я бы решил наоборот, что вот это же. А все думают, что наоборот, то, что постарее. Да. А на самом деле нет. Ветра же Тиффани очень хорошо сохраняется. Какая хитрая Екатерина солнца. Коварная. Какие каверзные вопросы нам задают. У нас был экскурсовод, который обещал детям в конце экскурсии подарок, если они будут хорошо себя вести и отвечать. И когда наступал конец, они говорили там, где подарок? А он говорил, я дарю вам свободу. И они разочарованы и уходили. Отлично. История. История прямо на 5 баллов. Последний зал. Это бывший класс цесаревича, но в нем сувенирный салон теперь. Понятно. И тем не менее сохранился вензель цесаревича Алексея над входом в зеленом венке. При этом витраж сталинской эпохи, как я подозреваю. Госдача. Сохранили вензель и вставили стекло при Сталине. Здравствуйте. Такой большой, светлый класс у мальчика. И точно такая же площадь, классная, как у кабинета. Помнишь? У Николая Второго такой же эркер. Только там занавешено у нас было. Там восковая фигура, потому что получается классная прямо под кабинетом Николая Второго. Мальчик должен был потом пересесть наверх. Ой, печально это все, конечно. Вот и котики ливадийские уже. Ой, наши зайки. Тепленький, наверное, нагрелся. Тепленький, тепленький, да? Морда. Мы вышли у дворцовой церкви. Та самая, которая была еще при Александре Втором. И Краснов разобрал старый дворец, а эту церковь оставил. Она в закавказско-византийском стиле. Редкий стиль для Крыма. Что-то подобное есть еще в варианте, если пройти по солнечной тропе. И в грузинском стиле церковь Святой Нины в Гаспре. Ну, с другой стороны дом Фредерикса. Сейчас пойдем мимо него к памятнику Большой Тройки. Очень часто люди спрашивают, как пройти наверх к остановке. Я говорю, до Большой Тройки дойдете и туда наверх. Они смотрят и потом говорят, а Большая Тройка это что? Это кто? То есть для меня это очевидно, что Большая Тройка это Сталин, Розвит и Черчилль. Да. А многие вообще не понимают, кто это. И это часто задают вопрос, что такое. Вот очень просто. Большая Тройка это та, кто расстреливал во времена Сталина. Ну, неужели вам непонятно? Так, что? На себя, что ли? Нет, нет, там будет получше. Я просто, да, удивился. Дом барона Фредерикса строил мне ялтинский архитектор, петербургский Альфред Вибер. Он такой более темный. Скажу честно, я даже не слышал про такого никогда. Ну, есть такой. Приезжал к нам. Прибалтийский модерн называют некоторые искусствоведы его. Хотя, мне кажется, больше похож какой-то средневековый романский стиль. Да, на самом деле, типичная... Экликтичка. Да, типичная такая экликтичная архитектура. Да, да. Ну, в туннель ныряем, который вел раньше к кухне царской. А теперь к столовой. Да. Вот здесь написано «Козлы». Это про тех, кто это написал. А это уже частная территория, не музейная. Раньше это был санаторий Левадия. А теперь... Ой! Какой ты хороший! Ты посмотри, какой... Ты посмотри, какой... Шар! Шапка! Кто-то там. Он, она... Это она. Что-то, что-то. Что-то, что-то. О-о-о! Наконец-то мы... Да, наконец-то мы посмотрели с характером нашли. Типа, что вы тут... Я тут, значит, сижу, а вы со своими лапами. Дай-ка я посмотрю рано. Не-не, ты иди, иди, иди. Проверю. Звук. Ага. Все нормально. Все, все, идиот. Кухню разобрали в советские годы. И в 75-м году появился клуб-столовая на ее месте. Типичная архитектура санаторная для курортов Советского Союза. Ну, кстати, когда она была в хорошем новом виде, вполне достойная была. Да, она смотрелась красиво. Если ее отреставрировать, тоже будет интересно. Вот эта столовка ваша в парке, заброшенная столовая. Парк, где... Марвиновский парк. Марвиновский, круглая. Да, да, да. Тоже потрясающе на самом деле. Ну, сегодня здесь все сдается в аренду собственникам. И в столовой в том числе. Как вообще живется научному сотруднику Ливадийского дворца? Ну, довольна ли ты своей жизнью? Конечно. Конечно, что бы тебе недовольна-то быть, да? Да, в таком месте работать. Уже 10 лет в этом году будет. В январе плюс 15 было у вас тут. Да, я так сегодня в посте написала, что я люблю зиму плюс 15. Когда уже будет плюс 15? Идешь на работу, птички поют. Все фотографируются обычно вот здесь. На коленях. Потому что здесь удобнее сесть. А Павлик фотографировался, поскольку Павлик буржуй, Павлик, естественно, фотографировался вот здесь. Вот с этой стороны. Сюда мало кто садится. Ну, сложно залезть. Да, в сигару отломали вот те, которые написали слово «козлы». На сувениры. Да, ну, это я поражаюсь просто нашему. Прекрасному народу. Вот он бы за это расстрелял бы. Да, за такие действия. Кстати, Зураб Церетели сделал эту композицию еще в 2005 году. Я хочу сказать, что из всех творений Зураба Церетели это у меня не вызывает никакого отторжения. Я не могу сказать, что я прямо в величайшем восторге. Но по сравнению с тем, что он периодически делает, это еще норм. И они на фоне моря. Опять же, здесь установлены. Долго думали, где их поставить. Все-таки на фоне дворца и главного фасада посчитали неуместным. В первую очередь, это дворец царской семьи. Их поставили возле столовой. Это прекрасно. Ну и расширился ареал хождения, туристических групп рассредоточились. Не, ну это, конечно, это же фактически такой Диснейлайнд, по сути. Вот, кстати, наверху, видно наоборот листьев нет, дома для служащих. Вот этот дом с левой стороны для тех, кто без семьи. А справа дом для тех, кто с семьей. Там побольше апартаменты. И это были корпуса санатория Левадия кардиологического. А сейчас они сданы в аренду. И люди сами арендовали. Я с ними знакома. Они ведут аккаунт Вилла 7 Левадия. И сделали ремонт в ретро-стиле, своими силами. Сдают апартаменты в этих старых домах. Они бюджетные по цене, но очень атмосферные. И такой вот индивидуальный подход становится в наше время популярным. Яка прелесть. Ты посмотри, какое народное искусство. Когда русский император удит рыбу, Европа может подождать. Ну, это как бы апокрифическая байка, но отражает суть. Только то государство сильное и крепкое, которое свято хранит заветы своего прошлого. Да, ты-то, конечно, хранил. Ладно, пойдем. Улица, посмотри, Паш, название. Улица Николая Второго. Видел такое? Вау! Вау! Но это неофициально. Да и ясен красен. А так было бы круто. Памятник Сталину на улице Николая Второго. Да. Это прям огонь. Вот и восьмой корпус, это бывшая царская прачечная. И вот люди, которые арендовали, они сейчас делают там ремонт, летом будут сдавать апартаменты. Бывшая библиотека-санатория. Все книги они сохранили, поставили, вот видно, в окне. Все отдыхающие могут смотреть, брать, почитать литературу. Вот с правой стороны кафе «Публика» тоже люди арендовали в столовые помещения. Сейчас мы туда можем зайти. Такое интерьерное, красивое. Пожалуй, самое приличное заведение в Ливадии. И комфортное по цене. Здравствуйте, санэпидемстанция. Будьте добры, ваши медицинские книжки и два кофе, пожалуйста. А есть вы хотите? Да нет, ну какой есть, ты что? У меня сейчас в 12.00 конференция в Zoom, мне надо к Wi-Fi. А у вас есть Wi-Fi? Да, есть. А, так может быть здесь я пообщаюсь. Потому что связь неустойчивая, с мегафоном бегает, что хера уже 4G живет. Ну да, тут хорошая у вас интернет, да? Или как? Ну давай мы сейчас тогда дойдем до памятника Александру Третьему. И вернемся сюда. И вернемся сюда. Хорошо, идем. Есть-то я не хочу, я покушал гречневой кашки, правда без поросенка. И хватило, да? Да, сочится, посмотрите. Да, здесь много источников подземных. Это слезы бафомета. Ливадия полностью обеспечивается своими источниками. Поэтому когда в декабре в Ялте отключали воду, в 2020 году, вот недавно, в Ливадии ее не отключали. А чего это Ялту? А потому что засуха была и все источники засохли. Но после выпадения осадков в январе у нас все стабилизировалось. Перестали отключать. Вот это корпус, покрытый серебрином, построен был в конце 80-х, в начале 90-х, якобы в восточном вкусе. В такую краску очень любили в советское время оградки на кладбище делать. Почему-то считалось, что это красивое. Это 10-й корпус санатория. Выглядит как резиденция потомков вот этого, как Дарт Вейдера. Я твой отец. Тут еще должны такие космические корабли. Территория парка сегодня насчитывает 37 гектаров. Накануне национализации имени Ливадия насчитывало более 300 гектаров земли. Скажи, пожалуйста, а вот когда ты водишь экскурсии постоянно, ты же в принципе об одном и том же рассказываешь, тебя, выражаясь высоким штилем, не задалбливает? Ну, если четыре раза, одно и то же за день, то да. А так, в принципе, нормально. А так в среднем по больнице сколько у тебя получается в день? Ну, если индивидуальные мои экскурсии, которые я провожу, их две может быть в день, потому что они насыщенные, они по 2-3 часа. А если в музее, когда я работала экскурсоводом, там каждый экскурсовод именно в Ливадийском проводит 4 сезона. Каждая экскурсия час. Час ведешь, час перерыв. Мне кажется, в какой-то момент начинается ощущение... Конечно, засыпаешь с молитвой в виде экскурсионного рассказа. Пойдемте направо. И каждый раз, вот, 4 экскурсии, устаешь в конце лета, например, все. Просто людям кажется, ну, что там, пошел, языком потрепал, как бы. Ой, нет. И все. Самое, наверное, сложное даже не повторять, а понимать, насколько интересно слушателям. Ой, это самое сложное. Идемте налево. Да, если им интересно, то у тебя речь льется, ну, ты сам знаешь. У меня, ну, у меня ни в Питере, ни в Москве такого не бывает, но у меня была, я свозил 6 групп в Париж, у меня была одна группа, и там было 2 замечательных женщины. И они все, все, все дни, что я водил, они стояли с такими лицами. Что ты здесь делаешь, да? Я, как бы, не мог понять, им интересно или нет. Но при этом, ну, как бы, при этом, когда мы садились есть и прочее, там, на обед, они, как бы, ну, выражали какое-то, так сказать, что вроде норм. Но пока ты рассказываешь, ты не можешь понять, может, вообще-то все в баню, может, пошли их просто побухаем и на, попьем. Что я тут изгаляюсь тут перед вами? Да, бывает такое, что кажется... А у меня там еще авторский маршрут, я все сам намечаю, там, понимаешь? На ходу придумываешь. Да, иногда меняю на ходу, вот с одной группой мы ходили, там, я, там, поменял маршрут, то есть такое бывает. Да, вот, у меня всегда зависит от людей, насколько, вот, я устала, хочу говорить. Все, мне уже настрачивают, настрачивают. Смотрите, какой вид зелень и горы заснеженные. Ой, куда ни глянь, к виду. Мы идем к месту, где был Малый дворец Александра Третьего. Но в 41-м году пришла директива уничтожать все, чтобы не досталось врагу. И наши войска сожгли Малый дворец. В 2017-м году на месте дворца по инициативе Министерства культуры Российской Федерации появляется памятник Александру Третьему. Почему-то у нас сейчас превалирует такая мысль, что если бы Александр Третий процарствовал дольше, то никакого бы 17-го года не было. Я не знаю, с чего у людей такое убеждение. На самом деле Александр Третий уже начинал понимать, что что-то, ну, то есть мир нестремительно меняется. Да, да, нужно что-то делать. Да, то есть просто он... Характером держал своим. Да, информации даже его не хватало для того, чтобы обработать. Даже кто-то цветы положил. Ко дню влюбленных. Вот смотрите, как у нас делают памятники. У России есть только два союзника, ее армии и флот. Что мы ставим в конце предложения? Точку. Здесь ее зачем-то не надо ставить. Точка не ставится только, это я вам как профессиональный главный редактор могу сказать, только в заголовках, например, в газетах или в журналах. Ну или вот, может, например, на Ютубе не ставить точку, да, потому что это считается заголовком. Но на памятнике точку бы желательно поставить. То есть это к вопросу о том, что потратили уйму, уймящую денег, но сэкономили на корректоре. Да, бывает. Ну а вообще, на самом деле, конечно, тот памятник, который нравился вдовствующей императрице, это вот скульптор Паула Трубецкой. Вот он у нас стоял на Знаменской площади. Он тот такой, наверное, на Бичиге. Сейчас она во дворе Мраморного дворца. Здесь он такой, конечно, идеализированный, но да. Извини, что я тут... Не-не, интересно, мне не... ...цяну одеяло на себя. Да-да. Плюсы и минусы этого человека. Самый явный плюс был в том, что, несмотря на то, что его не готовили к царствованию, и он был, многие отмечали, ну, немножечко туповат, но у него была вот такая природная русская сметка, особенно в деле HR. То есть он подбирал людей, на свои места ставил, и, главное, делегировал им полномочия. Вот Сергей Личвит, яркий того пример. Минус заключался в том, что он, конечно, был человек своей эпохи, он не понимал, что, ну, страна движется вперед, мир движется вперед, им нужны какие-то изменения тектонические. Точнее, он, может быть, это задним умом-то и понимал, но не понимал, как это сделать. Да, известная его фраза, чтобы русский царь подчинялся каким-то скотам, или слушал каких-то скотов, это вот про парламент и про думу. И вот, собственно, в этом противоречии и была заложена перспектива 18-го года, поэтому хрен знает, ребята. Ну, про царство он еще 5 лет, ну, случилось бы это не в 17-м году, может быть, там, в 25-м, но я думаю, что все равно случилось бы. Да, к сожалению, я вообще не фанат революции ни разу, но из песен слов не выкинешь. Буях. Ну, Катя, во-первых, огромное спасибо тебе, да, спасибо, что позвонила, распорядила, чтобы зажгли вот этот фонарь, поскольку ты же у нас солнце, да, у тебя же там прямая астральная связь. Да, я тут сейчас от себя за кадром пущу свои собственные анонсики. В Петербурге экскурсии идут, несмотря на довольно мерзкую промозглую погоду, тем не менее мы гуляем по разным местам, вот даже на мемориальном Пескаревском кладбище были. Кому интересно, смотрите анонсы по ссылкам, которые указаны внизу. Также можно затариться литературой, остросоциальным романом «Корень» или путеводителем «Невский с перцем». Все это можно приобрести на сайте. Ну, а если кто-то будет в Крыму, в Ялте, да, вот, пожалуйста, звезда по имени Солнце к вашим услугам. Я укажу там в описании под выпуском все ссылки на ее аккаунты в соцсетях. Подписывайтесь. У тебя очень интересный Инстаграм. Катя его ведет активно. Там всякие фоточки, рассказики, сторисы и так далее. Сторисы. Я вот уже прям как бабушка в Инстаграме. Сторисы, сторисы вот эти вот. Да, у Кати хорошие сторисы-то. А у Кати очень много бабушек подписчиков. Ну, естественно, у меня тоже и бабушки. Они молодцы. У меня и бабушки, и молодые, и среднего возраста. Все, все. Потому что, когда человек хороший, то и люди хорошие на меня подписываются. Ну, а вы, соответственно, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Рекомендую настоятельно приезжать в Ялту зимой. На самом деле, да, то есть вот в Питер погулять езжайте летом, а в Ялту погулять заезжайте зимой, да. А в Питер зимой езжайте по музеям ходить. Там вот примерно как сейчас в Ялте, да, пусто. Летом не езжайте. Там, хоть и китайцев сейчас не будет, но я думаю, все равно с аншталгами все нормально. Все. Гид Павел Перец, гид Екатерина Солнца. Пока. Спасибо.